Одна супружеская пара жила в маленьком домике в Японии С их сыном и дочерью Сын однажды очень сильно разозлился на сестру И решил сыграть с ней по-настоящему злую шутку Он решил незаметно заснять ее на видеокамеру в туалете И затем поместить видео онлайн в интернете Он хотел унизить свою сестру перед ее друзьями Мальчик спрятал видеокамеру под полотенце ванной Через несколько минут его сестра вошла в ванную комнату И заперла за собой дверь Она так и не вышла оттуда Ее мать стала думать, что ее так задерживает Она постучала в дверь и позвала дочь по имени Но ответа не последовало Зволнованная мать позвала своего мужа И в конце концов им удалось сломать дверь То, что они увидели в ванной Наполнило их ужасом Их дочь лежала в луже крови На кафельном полу Ее зарезали Ее лицо было настолько изуродовано Что ее невозможно было узнать И язык у нее был отрезан Рядом с ней на полу лежал кровавый серп Полицейских вызвали немедленно И они приступили к обследованию места происшествия Исследовав ванную Они были озадачены Дверь была заперта изнутри Окно было надежно заперто И ванная была настолько мала Что там просто негде было спрятаться Так как же она была убита Полиция обнаружила Что единственным входом в ванную Могло служить лишь небольшое вентиляционное отверстие в стене Размером всего 25 на 25 сантиметров Никто бы не смог пролезть через такое отверстие Полиция была в совершенном тупике Они не могли понять Как кто-то смог проникнуть внутрь И убить девочку Полиция тщательно проверила серп на отпечатке пальцев Но, к сожалению, отпечатков не нашли К тому времени Они уже решили Что дело не будет раскрыто Они опросили мать и отца А когда захотели опросить сына Его нигде не могли найти Они обыскали весь дом И в конце концов Нашли его свернувшимся в калачик в шкафу Его глаза были безумны И он без конца рыдал Его руки безостановочно дрожали Они заметили Что в руках он держал видеокамеру Допросить его было невозможно Из-за невменяемости И полиция решила посмотреть то, что его так напугало То, что они увидели на пленке Напугало их на долгие годы Они нажали на кнопку воспроизведения И на экране показалась маленькая девочка Сидящая на унитазе Когда она встала В вентиляционном отверстии в стене что-то зашевелилось Из вентиляции бесшумно появилась миниатюрная фигура В руке у нее был серп Полицейские не могли поверить в то Что они увидели Фигура была ростом всего 15 сантиметров Она запрыгнула на спину девочки Еще до того, как девочка смогла закричать Она перерезала девочке горло Потом она стала избивать девочку Пока та не умерла Но ужас не закончился Миниатюрная фигура продолжила резать лицо девочки И отрезала ей язык Потом фигура заметила видеокамеру И приблизила ее Лицо фигуры представляло собой лицо корявой и морщинистой старухи Она посмотрела прямо в объектив И сказала Затем миниатюрная фигура исчезла в вентиляционном отверстии Унеся с собой отрезанный язык После просмотра видеозаписи Полицейские вытирали слезы Некоторых стошнило на пол А один и вовсе потерял сознание На сегодняшний день дело так и не раскрыто Крошечная женщина так и не была найдена Видеозапись по-прежнему существует Но полиция отказывается представлять ее публике Она находится в архиве среди секретных материалов Полиция называет этот случай тайна серпа И отказывается обсуждать его со СМИ Через месяц мальчика постигла та же участь, что его старшую сестру